Заявление Акаба об уходе из хардкора и боёв в целом, а также перепалка с Ульянова и Никулина. Всё это прямо сейчас. Артур Акаб заявил, что хочет уйти из хардкора и что больше не хочет драться, в принципе, ни в хардкоре, ни в какой-либо другой организации. Хотел заявление сделать, что я хочу уйти из боёв. Вообще? Да, вообще. Из ММА, из кулачки? Из кулачки, из ММА. Ну, я считаю, я своё отвоевал, короче, отодрался, откричался. Я тренируюсь нехотя, короче, мешок бью и не хочу вообще бить вам. Ну, это самое валимое, когда ты идёшь на тренировку и заставляешь себя. Иду и заставляю из-под палки себя. Нету желания драться, короче, в сегменте по ПММ вообще, то есть, в принципе. В общем, Акаб ещё много что говорил, что это ступень развития в прошлом, ему надо двигаться дальше. Но все мы прекрасно понимаем, что основная причина в том, что он просто устал и больше не хочет. Ни тренироваться, ни драться. И на самом деле для него это максимально правильное решение, и вот почему. Понимаете, если раньше в ППММ могли приходить ребята с улицы и показывать какой-то уровень и конкуренцию, то сейчас эта самая конкуренция растёт, приходят одни мастера спорта и международники. И теперь таким ребятам, как Артура Кап, чтобы оставаться конкурентоспособным, надо не то, чтобы тренироваться в два раза больше, надо жить в зале. А все мы знаем, как живёт Артура Кап, и он этого никогда не скрывал. И оставаться, чтобы просто проигрывать бой за боем, не имеет никакого смысла. Надоело? Устал? Если есть возможность просто меня отпустить, я буду признателен, чтобы я не выполнял какие-то обязательства. Если мы очень тебя попросим, и я тебя не прошу отвечать сейчас, провести последний прощальный бой Акаба. Любое твое решение никоим образом не испортит никаких отношений. И мы как относились к тебе, как к родному, так и относимся. В общем, Анатолий Сульянов сказал, что сделает всё так, как просит Акаб. Но, в свою очередь, попросил провести последний бой, который и так уже был запланирован с Пандой. Не знаю, будет данный бой или нет, потому что Артура Кап настроен категорически, но и Сульянов тоже умеет убеждать, все мы это знаем. Везде в этой жизни надо вовремя остановиться и вовремя уйти. Я считаю, что Артура Кап с этим справился. А далее у нас перепалка Сульянова и Никулина. Никулину не понравилось высказывание Сульянова в его адрес, и он записал видеоответ. Тимур Никулин, как кто-то там из вас сказал, когда бросал ему вызов, ну, из него, я думаю, 90% бойцов второго сезона с точки зрения класса сделают, как-то там кто-то сказал, свою подружку или свою девочку. Он хорошо говорит, но по уровню хардкоров, ну, он уже будет просто деклассирован. Объективно, ну, вот любым из здесь сидящих. В первом раунде, да, закончит его любой из вас здесь сидящих. Ну что, Толя, ты все пытаешься, вернусь меня на фэккорфайтик, и у тебя это пока не получается. При одном условии у тебя это получится, если ты встанешь против меня сам. Давай проведем это безоговорочное противостояние в районе пяти раундов, и если ты выиграешь меня, ты даешь мне любого своего бойца, и говоришь вам, с кем драться, и я подерусь и выиграю его. Давай сделаем это. Если ты уверен в своих силах, если ты уверен в своих бойцах, давай. Вот на таком основании я именно подерусь с любым на хардкоре. А так, кто хочет с хардкора подраться со мной, вы знаете, где меня найти, я на правде. Поэтому приходите, с любовью ваш король. В общем, тут уже пошел разговор ни о чем. Каждый каждого пытается задеть, Никулин уже Сульянова на бой вызывает и тому подобные вещи. Ну, то есть это бред, этого все равно не будет. И слова Сульянова, также бред про то, что его там каждый отправит спать в первом раунде. Ну, такого не будет. Да, возможно, там ребята есть и посильнее, но в первом раунде и спать вряд ли. В общем, пишите в комментариях, что думаете по данному поводу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и всегда будьте в курсе новостей мира по по маме и кулачных боев первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!